Выковали нашу победу. Спасибо вам за это. Ой, спасибо. Спасибо, что не забываете. С улыбкой встречает гостей Екатерина Исакова, ветеран Великой Отечественной войны. В 19 лет добровольцем ушла на фронт. 4 года была радисткой. На себе прочувствовала все тяготы военного времени. Приходим к каждому ветерану отдельно поблагодарить, сказать спасибо, посидеть, выпить чая. Спасибо нашим бизнесменам. Они собрали очень хорошие подарки. Это каждый год. И мы вручаем от всех горожан. Когда началась война, Борису Евгеньевичу было всего 17. Чтобы попасть на поле боя, пришлось слукавить. Попал в разведку, дошел до Кёнигсберга и продолжил воевать в Маньчжурии. Ветеран многое пережил и очень расстраивается, когда молодежь недооценивает ужасы настоящих сражений. Подумаешь, война. Ну и что из этого война? Ну воевали, ну стреляли друг друга. Потому что они еще не могут понять сущность, сущность войны. А здесь они еще не знают, что это такое. Что значит убить человека. Несладко пришлось и в тылу. Вера Быковская пережила войну в блокадном Ленинграде. Детство омрачилось смертью родственников, бомбежками, голодом. Пока взрослые на работе, Вера вместе с сестрой пережидали взрывы, сидя под столом. Когда появилась возможность вывезти детей из города, мама отказалась. Она говорит, не поеду, не повезу. И все. Это было утро. Он должен был отойти, этот состав. И все. И в этот же день, МГА называется станция под Ленинградом, вот здесь этот состав разбомбили полностью, от и до всех. Вера Владимировна отчетливо помнит салют в честь снятия блокады. После войны будни семьи постепенно вошли в колею. Но еще долго Вера не могла видеть кадры и фотографии Ленинграда. Рыдала до нервного срыва. Да и сейчас, когда рассказывает, переживает. А военные фотографии и медали бережно хранит. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.